Эта тачка была целый год на моём аккаунте и я даже не подозревал какая у неё цена. Всем привет дорогие друзья, с вами Алонсо и это новое видео про очень крутую и дорогую тачку. Я в этом видосе разузнал очень много информации об этой машине и я надеюсь вам это понравится. Короче давайте попытаемся за сутки прожать 400 лайков и это будет очень круто. Ну не забывайте ещё вообще не забывайте что играю и снимаю я на Блэк Раше на первом красном сервере. Вводите при регистрации мой ник Алонсо Капелло и при достижении второго уровня вводите промокод Алонсо. Это даст вам денюшек на первое время. Ну и при встрече на карте я вам ещё насыплю денюшек. Ну а мы уже летим к видео, приятного просмотра. Итак, давайте я вам расскажу предысторию этой машины. Ну а предыстория будет очень долгая, потому что эта машина почти с открытия проекта. Так что заваривайте себе чай и слушайте внимательно. Всё началось с того, что я пришёл в Ютуб, поснимал на другом сервере, но это не то, и пошёл на Блэк Рашу. Снял пару роликов, начал развиваться и привёл в Ютуб ещё одного своего друга. Томас Липтон. Я думаю олды моего канала знают его. Так вот, он эту машину нам и раздобыл. И в течение там какого-то времени он ей пользовался, как только не перешёл на новый сервер. Ну, не новый сервер в смысле КРМП, а просто ушёл на Орэндж и оставил мне эту ласточку. Короче, пацаны, эта машина почти единственная на всём сервере, ну, по крайней мере, такой марки. И на каждом сервере их бывает всего пару штук. Ни с какой рулетки эту тачку выкрутить нельзя. Она получилась благодаря багу игры. Ну, в принципе, это такая неплохая себе тачка за счёт этого бага. И очень дорогая. А вот именно какой цены и какой ценовой политики можно тут думать о какой, мы сегодня разберёмся. Вы, наверное, подумали, что та Ауди это она? Нет, ребятки, вот это вот Ауди, вот это она. Это та машина, которая имеет баг с заменой цвета. Это Ауди А4 Хамелеон. Ну, в принципе, нормальное такое название. Как вы видите, Blameet всё работает, тачка меняет цвет. И я не знаю, почему, как и вообще это работает. Но сегодня я предлагаю узнать её цену и, в принципе, вести историю этой тачки. Может быть, мы её продадим и на канале опять начнутся конкурсы. Надеюсь на это. Короче, пацаны, я тут наслышан, что эта тачка стоит около 50 миллионов, а на других серверах вообще ещё больше. Так что, типа, её можно пробовать толкать и, надеюсь, мы на этом нормально поднимемся. Как же я буду искать покупателя на эту машину? Знаете, ребят, недавно я зашёл на Orange и увидел такую тему, что под Южным мостом иногда собираются любители топовых и эксклюзивных тачек. И я решил сделать свой сбор любителей топовых и эксклюзивных тачек. Только, конечно, я зашёл это делать всё утром. Ну, надеюсь, хотя бы сегодня есть какие-то игроки. И они не в школах, не в колледжах, а играют в Black Rush. Короче, в принципе, уже написал в объявлении, что будет такой вот сбор. Вип-чатик ещё можем юзнуть и уже встретимся под мосту в Южном. Так, всё, ребятки, прикатился под мосты, объявил в объявлениях в GTRK Rhythm, что тут сбор. И, в принципе, написал ещё вип-чат, что тут сбор. И, как мы видим, нормальный такой флут в СМС пошёл. И уже даже один человек тут. А, блин, это ж админ, ну да. Короче, и вот ещё какой-то чел подъехал на джипе-монстре. Я думаю, он знает, сколько эта тачка может стоить. Ну, потому что у него реально сейчас джип-монстр, я не знаю, сколько он стоит. Может, 100к плюс где-то. Ну, 100 миллионов джип-монстр. Если этот чел имеет эту тачку, то он, наверное, разбирается в ценах. Ну, и, в принципе, у него мы сейчас попытаемся узнать, сколько эта тачка может стоить. Так, вот Ауди, пишу я челу с багом. Ну, а, блин, это ж админ, точно. Забыл, забыл. Ну, ладно. Короче, вот этот Крипс, Богдан, его зовут, по-моему, он, мне кажется, точно знает цену Ауди. Сколько может стоить Ауди с багом? Ну, мы видим информацию, что у этого чела есть копейка, такая же, с таким же багом. Я вам говорил, что на одном сервере может быть всего пару машин с таким багом, и не факт, что они будут одинаковые. Короче, он говорит, что эту тачку можно продать дорого, и эта новость, знаете, аж душу греет. Так, лямчиков так на 50, надеюсь. То есть, короче, мне нужно узнать именно точную цену этой машины, чтобы мы с вами смогли разбогатеть. И я опять запустил конкурсы там на канале для вас, или что-то такое. Кстати, нас уже 16 тысяч, всем огромное спасибо. Я, блин, рад, очень сильно рад. Всем спасибо, кто лайкает, всем спасибо, кто смотрит до конца, вообще всем спасибо, кто поддерживает. Так, не отходим от темы, и всё-таки мы узнаем, сколько стоит машина. И этот чел говорит, что эта тачка стоит полтора миллиона. Знаете, ребят, мне кажется, он хочет меня развести, потому что только что он говорил, что эта машина стоит дорого. А сейчас он говорит 1,5. Ну, пахнет, пахнет чем-то жареным. Короче, нас пытаются развести. Я придумал ещё одну схему, как всё-таки узнать точную цену этой машины. Хочу передать большой и пламенный привет всем тем, кто приехал под мост и тусил тут со мной. И, в принципе, смотрел на эту тачку. Ну, а сейчас нам нужно найти реально крутого, умного человека, который шарит в расценках эксклюзивных тачек. И уже всё-таки её толкнуть. И я придумал, куда мы двинемся. Мы двинемся на авторынок. Именно тут находятся те самые люди, которые собирают гаражи, тюнингуют тачки, вообще делают очень много действий с машинами. Тут именно ходят те люди, знатоки и новички, и все, кто хочешь, тут ходят. Так что, я думаю, именно в этом, в этом священном месте для машин мы найдём того самого знатока, который нам скажет, что эту машинку, ласточку, можно продать за какую-то кругленькую сумму. Ну и, конечно, я надеюсь на то, что мы её продадим. Так-то, в принципе, люди уже начинают замечать, что с машиной что-то не так. Но они ещё начинают замечать меня и узнавать. Ну, ладно, всем привет, кто меня узнал и заметил там на авторынке. Так, ну вот, в принципе, люди уже замечают, что с этой тачкой что-то не так. И вообще, как это работает? Потому что не каждый день увидишь машину, которая меняет цвет. Она стоит 60 кк плюс. Хорошие новости, ребятки! Вот это мне уже нравится. Опять начала так душу греть хорошо. 60 миллионов. Давайте спросим, ты уверен вообще в своих словах? Потому что 60 миллионов это нереальные деньги. Ну, он отвечает тем, что она единственная на проекте. Ну, может быть, на проекте нет, но на красном сервере она точно одна. И, в принципе, этот чел реально утверждает, что эта тачка может стоить 60 миллионов. 60! Вы просто... Вы... Вы просто представляете! 60 лямов это было бы... Очень круто! Очень! И тут я начинаю понимать, что этот чел реально шарит в тачках. И говорит, что если бы эта Ауди была с дисками, с багом и с вот этим багом вместе, то тачка стоила бы 150 миллионов. Как жаль, что у меня диски тоже не баганные. Блин, 150 лямов потерял, пацаны. Ну, ничего, 60 лямов это тоже неплохо, и от этих денег я не отказываюсь. Итак, теперь наша задача все-таки как-то попытаться продать эту тачку. В своей группе ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании, я сделал пост именно про эту машину. Так что вы можете зайти туда и написать свое мнение. Ну, и, конечно же, жду ваше мнение у себя в комментариях под видосом. Хочу с вами пообщаться, как вы вообще думаете, стоит ли эта тачка этих денег? И вообще, на каком еще сервере есть такая подобная машина? Это может быть и не Ауди. В общем, напишите все в комментариях, примерные цены, какие тачки видели, какие не видели. Ну, а эту мы все-таки уже будем пытаться продавать. Знаете, в чем проблема этой машины? То, что о ней знает очень малое количество игроков. И можно сказать, что на нее нету спроса. Но этот спрос мы можем создать вместе с вами. Давайте поддержим максимально этот видос, чтобы он максимально продвинулся. Чтобы об этом узнало максимальное количество игроков на Блэк Раше. Не, ну, в принципе, некоторые-то знают, что она стоит нормальных денег. А некоторые нет. Поэтому именно этим видео я вам хотел показать, что такая тачка есть. Потому что я недавно только о ней сам узнал. Она у меня реально лежала на аккаунте год. В семье она у меня была. На ней катались постоянно люди с моей семьей. То есть, игроки ее видели часто. И мне даже зам говорил, что некоторые удивляются, когда видят ее. Но все-таки вот так как-то вышло. И я, когда узнал, что она стоит реально больших денег, я решил сразу снять об этом видос. Чтобы с вами потом как-то продать эту тачку. И дальше распределяться этими денюжками. Ну, а тут как раз и 16 тысяч подписчиков. Можно и конкурс сделать. Короче, как-то вот так. Ну, а сейчас мы с пацанами едем на шашлычки. Взяли тут, короче, пару килограмм мяса. И будем в Горелле жарить шашлычок. Расскажите в комментариях, как вы весело проводите время с друзьями. Мы, короче, решили изменить геолокацию. И жарить шашлыки мы будем на охоте. Потому что нежели возле своего дома распаливать костры. Нынче штраф на дым. Да ладно, шучу. Короче, мясо в студию, ребятки. Вот такие вот у меня есть кентики, с которыми мы жрем шашлыки. Кстати, хочу вам передать привет. Как у вас дела там? Ладно. Как только я раздобуду себе покупателя на эту тачку, я сниму видос, как я ее продаю и что мы будем делать с этой суммой денег. А с вами, как всегда, был Алон Сакапелло. Всем удачи и всем пока.